Всем привет! На канале Александр М. Брест. Это минутка вандализма. Сегодня у нас в гостях переключатель режимов и скоба переключения режимов от 2.24. Первым делом взглянем на переключатель режимов. Сразу видны следы от неправильных попыток снять его. Это раз. Второе. Еле дернул и наш толкатель вывалился. Это два. Ну и третье. Сильное нарушение геометрии корпуса. Я думаю видно как он искривлен. То есть такой переключатель адекватно работать уже не будет. Вот вам в пример новый переключатель. То есть наш толкатель не достать вообще. Ну и естественно корпус не деформирован. То есть вот так должен выглядеть хороший переключатель режимов. Ну а теперь давайте смотреть на скобы. Это у нас плохая. Это у нас новая. Я думаю видать что плохая у нас просто-напросто переломана. Вот место надлома поближе. Значит из-за этого надлома у нас вот эта вся платформа которая держит наш металлический зацеп перекосилась. Ну и опять же с такой перекошенной скобой адекватного переключения режимов по идее уже не будет. Ну а теперь давайте поговорим о том вообще как конкретно могли такие поломки произойти. Для этого нам понадобится перфоратор. В роли подопытного будем использовать 26-ку бошевскую. Значит сразу вставил пику и давайте с режима удара поставим на режим сверления. И чувствую что плохо начал идти реально переключатель. Давайте сейчас крутанем за нашу пику. Оп. Я думаю щелчок все слышали да? И после этого очень очень легко дощелкивается режим. Ну и возникает вопрос что это был за щелчок? Щелчок это у нас признак того что не дощелкнута муфта была. Значит когда мы включаем режим сверления вот этот вал у нас опускается вниз на шестеренку. Но иногда попадает зуб на зуб. И если чуть-чуть повернуть, я думаю все видели. Насколько опустился вал. Вот короче говоря если с фанатизмом прям крутить этот переключатель режимов да? Иногда вот зуб на зуб попадает и естественно нагрузка вот на эту пластиковую запчасть увеличивается. И иногда да вот ее вот так выламывают. Поэтому ребят если вы переключаете режим и чувствуете что что-то туговато идет, дощелкните муфту. Сэкономьте немножко денег себе. Ну и раз вообще мы за муфты начали говорить, то еще за правильное переключение режимов два слова скажу. Значит при неправильном переключении режимов часто страдают зубцы на шестеренках, зубцы на пьяных подшипниках, вот на этих валах. И короче в итоге перестает допустим работать один режим. Как этого избежать? Просто правильно переключайте режимы. Щелкнул режим и на низких оборотах без нагрузки дощелкиваем муфточку. Щелкнул следующий режим. Ну здесь не щелкнуло. Хорошо. Еще раз. Оп. То есть видите да? Три раза я переключил режим и из трех два раза муфта дощелкнулась на низких оборотах. А вот теперь давайте прикинем такую ситуацию. Я переключил режим. Ну давайте допустим с режима удара на режим удар со сверлением. Взял большой бур сразу и в стену его со всей дури на полных оборотах. Естественно начинается что? Краюшек зубчика на муфте начинает слизываться из-за такого. Потому что муфта не вошла еще в зацепление, а вы уже нагрузку такую дали. Один раз так сделаете, два, три, а на четвертый раз режим просто перестанет работать. Поэтому повторюсь еще раз. Обязательно при переключении режима возьмите свой перфоратор и на низких оборотах без нагрузки до включите муфту. Вот как я только что показывал. И все будет окей. Ну а следующим экземпляром нашей сегодняшней коллекции является редуктор от шуруповерта Bosch, который навернули с большой высоты. Эффект от падения я думаю видать хорошо. То есть корпус разломало просто пополам. По поводу редуктора сказать особо нечего. Держите крепко свой инструмент в руках. Ну и не забывайте обязательно правильно перещелкивать режимы на своих перфораторах. Ну а я надеюсь что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео и хватит. Подписывайтесь на мой канал.